Всем привет! В этом видео вы узнаете, за что можно схлопотать бан в ВКонтакте, как в вашей группе, так и в публичной странице. Правила для того и для другого абсолютно идентичны. Также вы узнаете, можно или нельзя разблокировать сообщество, либо группу, и как это сделать. В этом видео я покажу вам свою заблокированную группу, за что ее заблокировали расскажу, и также покажу мой диалог с поддержкой ВК. Итак, начнем по порядку. Вот, сейчас на экране у вас мое заблокированное сообщество. Но если быть точнее, то это была публичная страница. Вот так вот она выглядит. После блокировки заходишь в один прекрасный день, и твоя группа заблокирована. И, в общем-то, тебе доступно вот такое вот меню. Здесь ты можешь либо покинуть сообщество, либо есть вот чуть повыше, синеньким, здесь написано обратиться в поддержку. Нажимаешь сюда, и попадаешь в поддержку ВК. Собственно, это то, что я и сделал. Сейчас я зайду в оповещение. Именно туда приходят ответы от поддержки ВКонтакте. И мы посмотрим, за что заблокировали мое сообщество, и можно или нельзя его разблокировать. Так, нажимаем вот сюда. И сейчас загрузим все это дело. Весь мой диалог с поддержкой. И посмотрим, что там. Вот, смотрите, 29 апреля сего года. То есть, это пару дней назад. Смотрите, я сразу же опишу им, в чем дело, почему заблокировали. Мне тут отвечает поддержка. Здравствуйте, Александр. Ваше сообщество было заблокировано за предложение сомнительных услуг. Дело в том, что любые платные интим-услуги на нашей площадке запрещены. К интим-услугам приравниваются не только прямые услуги сексуального характера за деньги, но и платный вирт и продажа интим-входа, а также входа в вип-группы с контентом 18+, видеоматериалов, паков и так далее. Профили и группы, с которых распространяется такая информация, блокируются. Расскажите, пожалуйста, какие вы видите выходы из сложившейся ситуации. С уважением, команда поддержки ВКонтакте. Здесь я хочу сказать про поддержку ВК. Так как я общался с другими поддержками, то есть из других площадок, и мне есть с чем сравнивать, поддержка здесь хорошая ВК. Они отвечают оперативно, идут навстречу, с ними можно вести какой-то диалог и о чем-то договориться. То есть они не так кардинальны. С ними можно договориться, так сказать, по-человечески. Вот смотрите, дальше они мне присылают вот эти вот посты, да, которые они у меня нашли в моем сообществе, которые запрещенные. Да, также тут стоит мне пояснить, что группа у меня была по знакомствам. То есть вот эти вот посты я по своей глупости или тупости опубликовал на свою голову, так скажем. Смотрите, вот здесь дальше я пишу. Понятно, навечно сразу блокируете, никаких предупреждений, я спрашиваю. Агент мне отвечает. Блокируем бессрочно, но обсуждать возможность разблокировки готовы. Пожалуйста, ответьте на наш вопрос. Я отвечаю, а, ну да, там же был вопрос, но какие выходы, я, конечно, могу все это удалить, но я не могу зайти туда. Дальше мне поддержка отвечает. Мы также заметили, что в сообществе изменилась тематика. Это запрещено правилами платформы. Смена тематики неэтична по отношению к участникам, которые вступили в одну группу, а со временем оказались другой. Хотели они этого или нет? Почитать об этом подробнее можно здесь. Тут у нас ссылка. Интересна ли вам прошлая тематика? Это мне задают вопрос. Я пишу, да какая там тематика, группа мертвая стояла и ей не занимался сколько лет. А что касается подписчиков, то они не проявляли никакого актива там и забыли давно про ее существование. Они не заметили, что там что-то поменялось. Не очень интересно. Это я отвечаю, прошлая тема, так как не перспективная. Короче говоря, знакомство легче раскручивать. Вообще у меня эта группа, я ее завел много-много лет назад и она у меня была юмористическая. Я набрал около 700 подписчиков и потом в одно время, так скажем, я ее просто забросил, потому что, ну не увидел я в ней никакого роста, нифига. Я ее забросил, она стояла, не знаю сколько, может 3-4 года, может больше. Просто так стояла и все. И потом я подумал, интересно, а что если поменять название, сменить обложку, описание, все такое, что-то вообще даст, не даст. Короче, я изумористической поменял это в знакомство, перевел группу знакомства, загрузил туда другую обложку и сделал описание другое, другое, чтобы там были ключевые слова, чтобы ее можно было найти, да. И группа начала оживать. Подписчики стали потихонечку добавляться и начали предлагаться, начали посты. То есть группа, у группы открылось, так скажем, второе дыхание. Особо-то я ничего не сделал, она сама по себе начала раскручиваться. Так, смотрите, дальше мне агент отвечает. Если пользователи не проявляют активность, это не значит, что им неинтересна тематика. Это значит, что людей не привлекает сам контент сообщества. И это не повод нарушать правила платформы, вместо этого необходимо найти способ заинтересовать подписчиков более интересным контентом. Не меняя тему, разумеется, только так можно действительно заинтересовать надолго. Пишите тексты, которых больше ни у кого нет, публикуйте картинки, которые нарисовали специально для вашего сообщества, творчески, перерабатывайте скопированный материал. Но мы составили рекомендации для руководителей сообщества. Здесь ссылки. И дальше советуем также прочитать материалы из официального сообщества для админов ВК. Тут тоже ссылка. И здесь мне задают вопрос, готовы ли вы вернуть прежнюю тему в течение суток, если сообщество будет восстановлено. Вот видите, даже учитывая то, что я нарушил два правила, сменил тематику сообщества, да, и нашли у меня там запрещенный контент. То есть даже при таком раскладе группу можно восстановить. Так, дальше я отвечаю. Спасибо, конечно, что вы идете на встречи, но так и быть, пускай покоятся с миром. Актив все равно уже вышел после блокировки, а заниматься прошлой темой нету смысла. Я только сменил название и обложку, и группа сразу ожила, а юмор сейчас не в моде. Смотрите, вот как я сменил вот эту тему и все такое. Короче, там набралось сколько-то подписчиков, посты туда-сюда, короче, группа начала жить и все такое. Там где-то было 730 подписчиков, и когда блокнули группу, то где-то за сутки оттуда вышло 200 с чем-то человек. То есть весь актив практически ушел оттуда. И осталось там где-то 400 с копейками вот таких вот, так скажем, мертвых страниц, которые, ну, которые что есть, что нету, они просто дают цифру, вот и все. И в общем-то, в общем-то мне не жалко этого сообщества, я не захотел его возвращать, потому что, ну, зачем оно мне? С прошлой тематикой это, короче, неохота. Неохота, так скажем, прошлую тему вести, это такое себе. Смотрите, вот здесь вот я дальше спрашиваю. Я что у вас хотел спросить, закрытой группой все эти правила тоже касаются? Дело в том, что у меня стена открытая в группе, и люди сами пишут. Ну, это уже в другой группе, я за нее спрашиваю. Но, в общем, писать могут всякое, и интим коммерцию предлагать, и так далее. Я стараюсь удалять такое, но время не всегда есть. То есть часто заходить сюда. Так вот, вопрос, как происходит блокировка группы? К примеру, сейчас в группе пишут, напишут что-то запрещенное. У меня есть какое-то время, чтобы удалить это, или там должно накопиться несколько таких запрещенок, или как вообще? Повторюсь, группа закрытая, но стена там открытая. А если закрыть стену, тогда как публиковать запись от имени автора? Я так понимаю, такая опция доступна только для публичных страниц. И здесь мне товарищи агенты отвечают. Правила одинаково работают для всех пользователей и сообществ. Закрытые они частные или открытые, значения не имеет. Видите, не имеет значения, хоть закрытая группа, хоть не закрытая. Везде надо соблюдать правила. Мы реагируем преимущественно на жалобы, поскольку премодерации на платформе нет. Видите, оказывается, это на жалобы. Я думал, у них фильтры какие-то стоят тут. Но оказывается, видите, люди жалуются. Смотрите, предложенные новости действительно доступны только в пабликах, однако в закрытом сообществе можно организовать запрос заявок через сообщение или обсуждение. То есть можно писать подробно в описании или в меню, что нужно делать, чтобы подать объявление, а затем уже публиковать запись за подписчика. Но это будет опубликовано уже от имени сообщества. А не от имени автора. Вот в чем проблема-то. Смотрите, тут я пишу. Выходит, была жалоба на эту группу, которую заблокировали. А потом вы зашли проверить и обнаружили запрещенный контент. Так, я задаю вопрос. И мне отвечают. Да, на сообщество была подана жалоба, но сразу скажем, что все жалобы на платформе анонимны. Мы никогда не сообщаем, кто их подавал. К тому же неважно, кто пожаловался и каким образом были обнаружены нарушения, а почему они вообще оказались в сообществе. Не будь в нем нарушений, то и блокировка бы не случилась. И здесь я отвечаю. Ну да, логично. Ладно, спасибо за пояснение и уделенное мне время. Вот такой вот у нас получился диалог с поддержкой. Как видите, поддержка адекватная. Оперативно отвечает. С ней можно о чем-то договориться. И можно прояснить какие-то моменты, да? Если тебе что-то непонятно. То здесь все ответит. Видите, какие можно сделать выводы. Нарушать правила нельзя. Это все карается баном. За что блокируют? Видите, за что? За предложение каких-либо коммерческих интим услуг, да? За распространение каких-то запрещенных средств. За какие-то оскорбления, там какой-то нацизм. За какое-то проявление агрессии. За все вот это вот будет блокировка. За все вот это. Это делать нельзя здесь. Так, что еще сказать? За что блокируют? Вы уже поняли, я думаю. И как разблокировать? Можно ли это сделать? Как видите, можно договориться с поддержкой. Ну и собственно, я думаю, все вопросы в этом видео я раскрыл. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok